Признание. Это будет признание. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам. Этот человек не поэт. Это временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края. Мы расспросили его друзей и коллег о том, что он любит и чем увлекается, какие у него сильные стороны и какой он проделал путь, чтобы занять этот пост. Сегодня мы покажем вам не только работу, но и жизнь Виктора Петровича Томенко. Заходите. Зоя Васильевна, все на месте? Да, все, приглашайте. Приглашайте, пожалуйста. За те 100 дней, что Виктор Петрович Томенко занимает пост главы Алтайского региона, он провел более 600 встреч с членами правительства, с общественными деятелями, с предпринимателями, с жителями края. В среднем по 8 встреч в день. Я вас призываю сегодня подробнее рассказать о себе, ну и, конечно, о тех планах, где мы могли бы развивать наш Алтайский край. Каждое такое собрание, каждый диалог для Томенко – это возможность глубже погрузиться в вопросы, актуальные для Алтайского края. А для людей – это возможность поближе с ним познакомиться. Фактически вся команда Алтайского края во главе сегодня со мной. Все мы работаем с утра до вечера для того, чтобы решались текущие вопросы, и никакие сезонные моменты или конъюнктурные нас не застали в распор. Еще три месяца назад Виктор Томенко работал в своем родном Красноярском крае, возглавлял правительство. И никто не мог даже подумать о его назначении на должность главы Алтайского региона. Никто, кроме президента Российской Федерации. 30 мая Владимир Владимирович Путин назначил Томенко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края. Постанавливаю. Назначил Томенко Виктор Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Алтайского края. Кардинально поменять свою жизнь и поехать, и жить, и работать в Алтайский край. Но времени на рассуждения, надо сказать, у меня было не так много. Я, естественно, первое и главное, что сделал, это посоветовался со своими близкими, с родными, с моими, с семьей, с моей, с женой. Нашел в них поддержку, но это многое определило. И принял решение, что да, я готов, мне это интересно, я смогу. Виктор Томенко. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Томенко. Новый глава Алтайского края. Назначен временно исполняющим обязанности. Нового главы региона Виктора Томенко. В редакции в нашей случился переполох, я думаю, как и во всех СМИ Алтайского края. Мы, конечно, позвонили в Красноярск, вопросы задали. Первое, что мы услышали, вам очень повезло. А второе, что мы услышали, у нас траур. В том смысле, что вот завидовали нам и поздравляли нас, что мы этого человека здесь приобрели. Решение Путина, оно в интересах и Алтайского края, и в целом Сибири. Потому что у сибиряков схожий характер, у сибиряков, в общем, примерно такие понятные ожидания. И все это является частью такого большого, я надеюсь, проекта развития Сибири. Сибирь для меня это родной дом. Сибирь – это то место на карте мира и нашей страны, которое я очень хорошо понимаю, мне кажется, чувствую и очень люблю. Виктор Петрович Томенко родился в 71-м году в Норильске и всю жизнь прожил в Красноярском крае. Конечно, я был во многих местах и нашей страны, и за границей. Так складывалась жизнь и работа. Но в конечном итоге больше, чем на три месяца я за пределы Сибири не выезжал. Виктор Петрович Томенко закончил с отличием Норильский индустриальный институт по специальности экономика и управления в цветной металлургии. До этого с отличием закончил школу. Но в детстве он и представить не мог, что свяжет свою жизнь с управленческой работой. У меня была главная цель, задача и дело всей жизни – это спорт. Школа, учеба и все такое прочее воспринималось как обязательное, неизбежное дополнение. С 11 лет Виктор Петрович профессионально занимался баскетболом. Он играл за юношескую сборную Норильска и сборную Красноярского края. Участвовал в многочисленных турнирах республиканского значения. Отобрал Томенко и наука сборную. Томенко владел очень хорошим дальним броском. Команде же такой нужен. Всю свою юность Виктор Петрович Томенко посвятил баскетболу. И на каждом соревновании он выкладывался до конца. От этого, наверное, выстроился и характер, вот это вот желание и готовность всегда не быть одиночкой, брать, как бы называется, играть в команде, то есть быть в коллективе, помогать, где-то разделять ответственность. Я говорю, спортсменами всю жизнь не будете, учитесь хорошо. И он бы, ну если даже в средней какой-то команде зацепился, то же Красноярский какой, поиграл бы, поиграл, а потом ушел бы, еще бы потерял. А так, видите, у него успехи идут. Он подтянул на занятия баскетболом, уже за 40 было, около 40. И люди с удовольствием отзывались. Даже я со своей комплекцией с удовольствием бегал. У него есть харизма, которая удерживает людей рядом с ним. Но главные достижения Виктора Петровича оказались не связаны со спортом. Он начал свою профессиональную карьеру 30 лет назад, когда ему было всего 17 лет. Он устроился в Норильский комбинат на должность аппаратчика гидрометаллурга и параллельно получил экономическое образование в Норильском индустриальном институте. Когда он перешел в мой родной Алтайский край, в котором я родился, в котором я выучился, мне тоже было очень приятно. И особо приятно было, когда буквально после того, как его назначили в Рио, мне пошли звонки и письма оттуда. Это же ваш выпускник, выпускник того института, в котором я работаю. И мои друзья об этом спрашивают, а как он, а какие у нас будут изменения, а будет ли у нас лучше в Алтайском крае. И я с уверенностью говорю, что будет точно лучше. Через 16 лет Томенко стал руководителем заполярного филиала Норильского никеля. В 2004 году, да, 33 года мне было, когда руководство компании, акционеры мне доверили возглавить предприятие, где на тот момент работало примерно 75 тысяч человек. Виктор Петрович демонстрировал те качества, которые потом оказались самыми нужными в профессиональной работе. Это и комплексное отношение к вопросу, извешенное принятие решений, и всегда смотреть на три шага вперед, потому что планирование и экономика – это, собственно говоря, всегда думать вперед. В 2010 году воспитанник Норильского никеля уходит на государственную службу в правительство Красноярского края. Жизнь, по-моему, устроена вот как в этой песне, знаете, «Мы выбираем и нас выбирают». Ну, вот я думаю, что так, если очень в общем скажешь, я думаю, что время просто выбрало меня. А правильнее сказать – и меня тоже. В 8 лет Томенко возглавлял правительство Красноярского края. А теперь ему предстоит возглавлять весь Алтайский край. Но все понимают, что несмотря на то, что Алтайский и Красноярский край входят в Сибирский федеральный округ, они сильно отличаются друг от друга. Там совсем другой регион и по территории, и по сложности, и экономика там совсем другая. А здесь нет ни руды, ни нефти, ни газа, ни каких-то таких больших, огромных комплексов промышленных. А есть сельское хозяйство, сельхозмашиностроение. То, что Томенко был у нас представителем комиссии по социальному развитию села, мне кажется, там это будет органичнее. Там ближе эти задачи, важнее. Часть работы, которая связана с управлением, с работой, скажем так, ее хозяйственной, назовем, финансовой и так далее, она мне достаточно хорошо ясна. Я ею занимался последних 8 лет каждый день. Оперирование, вообще говоря, миллиардами, тысячами тонн и тысячами людей. А когда он пришел в край, то здесь вообще сотнями миллиардов и уже миллионами людей, живущих на территории края. Но вот как за цифрой увидеть конкретного человека и понимать, как твое сегодняшнее решение скажется не на колонках цифр в бюджете, не на валовых каких-то показателях экономики, а на жизни людей, вот у Виктора Петровича вот это точно ему удавалось. Томенко из стойкогорта руководителей, которых вот этой методологии готовили раньше в Советском Союзе. Он начинал с самого низа и пошел по всем ступенькам. Экономической такой, знаете, направленности. В первые дни в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктору Петровичу пришлось сразу погрузиться в проблемы региона. Моей коллеге, которая брала, наверное, первое интервью Томенко здесь, на Алтайской земле, это было удивлением, что она стала задавать какие-то вопросы, связанные с Алтайским краем, а он только приземлившись здесь, буквально через два или три часа после самолета, он уже знал все эти цифры, он был готов отвечать, апеллировать как-то ими. Первый рабочий визит Виктора Петровича был связан с сельским хозяйством, с теми особенностями посевной компании, которые сложились в Алтайском крае. Из-за осадков мая, которые составили 300% нормы, проблемы с посевом пшеницы возникли почти во всех регионах. Введен режим ЧС, который позволит в дальнейшем сгладить некоторые проблемы. Это было своевременно. Хочется заметить, что человек, который заступил второй день в эту должность, владел ситуацией полностью. Еще одна проблема региона была поднята на уровень президента и стала достоянием всей страны. Буквально прошло, ну, меньше недели, по-моему, это было 6 или 7 июня, по-моему, 7, когда была прямая линия с президентом. И вопрос из Алтайского края, из старой Суртайки, по поводу возможного закрытия школы и, значит, ухудшения условий жизни вообще в этом селе. Вопрос, заданный на прямой линии, был решен. И 1 сентября полностью укомплектованная школа открыла свои двери для учеников. Но самое главное, все больше жителей Алтайского края стали доверять новому главе региона. Он просто вот, не переставая, мобильно перемещается по региону, старается вникать во все дела. Мы чувствуем, что человек приехал не безразличный. А это самое главное для тех, кто живет здесь, на земле. Общаясь и слушая Виктора Петровича, чувствуется, что о глобальных проблемах он говорит простым, понятным языком, вникает не просто как бы для слова, понимает эту проблему. Все, кто хоть раз слышал выступление Виктора Петровича Томенко или общался с ним лично, отмечают то, насколько хорошо он владеет русским языком. Это вот такой русский интеллигент, потому что у нас как-то любят все между иметь изменять нормальную русскую речь. А у него, знаете, как у Ахматова, мы сохраним у тебя русская речь навеки. Человек говорит без бумажки. Он говорит то, что думает, то, что чувствует, то, что сейчас приходит на ум. И, конечно, степень доверия от этого возрастает, ну, просто вообще в геометрической прогрессии. Он вышел, и прежде чем что-то сказать, он прочитал стихи рождественского. Это поразило. Вот я лично и люблю поэзию, и вот хотелось бы от нашего губернатора, который пришел, что это грамотный человек, это всесторонне развитый человек. Беру перо, сижу, насильно вырываю уму задремлющие несвязные слова. Ко звуку звук не идет, теряю все права над рифмой. Над моей прислужницей устранной стих вяло тянется, холодный и туманный. Усталый слирою я прекращаю спор. Иду в гостиную. Там слышу разговор о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобии погоде, Стальными спицами проворно шевеля. Или про червоного гадает короля тоска. Моя главная цель и задача – это так работу организовать, чтобы жизнь края становилась только лучше. Край сам становился только привлекательней. Сейчас, чтобы достигнуть поставленной цели, временно исполняющий обязанности губернатора работает по 15 часов в день. Я работаю, честно, если сказать, то до ночи почти. Обычно это часов 12, где-то час. Передо мной задача стоит непростая. Задача очень непростая. Я все-таки приехал жить и работать в крае, где фактически никогда не бывал. Во время интервью Виктор Петрович рассказал нам, что такое для него идеальный вечер. Хотя в последние месяцы он может только мечтать о таком. Не очень поздно приехал с работы, ну хотя бы до 10 вечера. Наверное, часик прогулялся с собакой. В это время додумал что-то, доанализировал. Ну вот, если тепло на улице, то, может быть, где-то еще созвонился с кем-то. Надо хотя бы иногда как-то хоть несколькими словами перемолвиться. С родителями переговорить, с женой пообщаться. Со своей супругой Татьяной Виктор Петрович уже 28 лет состоит в счастливом браке. Они поженились, когда им было всего по 19 лет. В основе отношений таких длительных и добрых, конечно, лежит любовь, мне кажется. В молодые годы я уверен, что это вообще как что-то такое, какое-то состояние вообще на грани болезни и здоровья, мне кажется. Но с годами одно другое не заменяет, но добавляется, конечно, и уважение взаимное, и все больше и больше ощущение ответственности за семью, за всю. У Виктора и Татьяны Томенко есть дочь Галина. Сейчас она закончила бакалавриат финансового университета при правительстве РФ в Москве и поступила в магистратуру. Мы, конечно, каждый день сегодня это возможности позволяют, такие средства связи, такие технические достижения друг с другом и поговорить, и посмотреть, и отправить сообщения. В общем, все это делает нас ближе, поэтому ощущение единства как-то вот как семьи, оно сохраняется. Я думаю, что и воспитание вместе с этим продолжается, какими бы взрослыми дети уже не были. Это вызывает у меня уважение как у отца, как у друга, просто такое мужское уважение, это правильно. Это значит, что с корнями у человека все нормально, он устойчиво на земле стоит. Поддержка семьи всегда помогала Виктору Петровичу добиваться профессиональных успехов. Благодаря своему уму, трудолюбию и умению учиться, ему удалось построить карьеру и приобрести бесценный опыт. У меня были прекрасные учителя в жизни. Если их всех так попытаться сосчитать, кто определенную долю своих знаний, своего понимания, своих каких-то взглядов, ну и просто какого-то добра, тепла человеческого, вот в мое воспитание такое вот как руководителя, как производственника, как управленца, а в конечном итоге как политика выложил, то я думаю, что это несколько сотен человек мне надо было бы перечислить. В 2014 году Виктор Петрович Томенко попадает в президентский кадровый резерв. Это программа подготовки управленческих кадров, способных обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики России. Нахождение в резерве и работа вместе со всеми в мероприятиях подготовки резерва, повышение квалификации, расширение кругозора, она очень много мне лично дала и с точки зрения каких-то практических знаний и навыков, но самое главное с точки зрения того круга людей, на которых я знаю точно, могу в этой жизни положиться. Теперь Виктор Петрович в качестве исполняющего обязанности главы Алтайского региона поздравляет новых выпускников президентской программы. Умение наводить мосты, устанавливать связи, поддерживать в последующем друг друга один из главных итогов прохождения вот такой программы. В этом году президентскую программу закончили 78 человек из Алтайского края. Наверняка многие из них уже в ближайшее время станут частью команды «Томенко». Он ищет творческих людей, но творческим людям при нем раскрыться будет гораздо легче, чем в любой другой ситуации. Как руководитель он настолько уважаем, что самое главное качество, когда-то его подчиненный, боязнь подвести. При всей внешней его, казалось бы, доступности и такой открытости, мягкости. Он достаточно твердый руководитель, с хорошей памятью и умеет сказать, когда так и нет. Настоящая ответственность и настоящая позиция государственного деятеля, и в конечном итоге его работа направлена на долгосрочный результат, на обеспечение такого положения дел во всех сферах нашей жизни, которое бы позволяло и сегодня жить достойно, но все-таки иметь ответственность перед будущими поколениями – это очень важно. И создавать такую систему и управления, и жизнеобеспечения, и хозяйства, экономики, и социальной сферы, которая бы двигала, двигала общество вперед. Удастся ли Виктору Томенко, завоевать доверие людей покажет время. Но уже сейчас жители края желают ему только успехов на новом посту. И открыто говорят слова поддержки. Хочется просто перемен к чему-то лучшему, ярче, чтобы стал тот же город, какие-то разные культурные мероприятия. Хотя я уже и на пенсии, но я жду все-таки, что наш регион будет не последний по заработной плате, что из нашего региона не будут уезжать молодые люди. Хочется, чтобы наконец-то край вздохнул. Ведь это же богатейший край. Он утратил себя, он растерял себя. Я хочу пожелать Виктору Петровичу только успехов, успехов, здоровья, сил и желания работать в нашем крае. Желаю добиться всех задуманных свершений, которые у него в планах намечены. И в первую очередь думайте о нас. Мы с вами, мы вас поддержим, но просим помощи и у вас. Терпение. И чтобы город Барнаул для него стал все-таки домом, а не просто местом работать. Виктор Петрович, мы вас верим, что вы сможете поднять наш край. Создать впечатление, сформировать какие-то ожидания, надежду у людей заранить, это можно образом, словами. Но доверие по-настоящему рождается тогда, когда дело твое со словами не расходится. Но вот так я и стараюсь свою работу вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...